Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я начальник учебно-методического отдела Геоинновационного центра. Сегодня мы начнем наш видеоурок по изучению беспилотного летательного аппарата марки А6+, китайской компании ММС. Данный дрон считается промышленным. Для удобства транспортировки аппарат помещен в специальный транспортировочный ящик и наземная станция размещена в кейсе противоударном. Для использования данного дрона в руководстве прописано, что данный аппарат используется двумя членами команды. Это первое. А второе, это то, что аппарат сам является большим аппаратом. Из-за этого для техники безопасности, для правильной эксплуатации мне поможет ассистент. И теперь мы сейчас покажем вам, как полностью подготовить аппарат к полету. В первую очередь мы устанавливаем наземную станцию. Это наземная станция. Чтобы было удобно, данный кейс, на нем установлены специальные телескопические ножки. То есть мы вот так вот их раскладываем. Все делается очень легко. Все, выдвинули ножки и поставили кейс на замки. Дальше, опять же, открываем замки и открываем наземную станцию. Данный экран предназначен для видеотрансляции. И данный планшет предназначен для ввода и контроля полетных данных самого дрона. Все коммуникации, органы управления системой. После того, как мы открыли станцию, остальные антенны находятся все в этом ящике. Переходим к ящику. Ящик на колесиках для удобства. Сам ящик противоударный тоже. Так что... Берем ручки и опускаем вниз. Вот примерно таким образом. Ящик готов к разборке. Открываем замки. И открываем сам аппарат. Здесь расположены лучи. Лучи с двигателями и с воздушными винтами. При открытии смотрим сразу целостность воздушных винтов, целостность двигателя. То есть проверяем его на наличие прогара на обмотке двигателя. Если таковое имеется, то мы заменяем двигатель или заменяем полностью луч. Проверяем контакты. Проверяем на чистоту, на целостность. Сам барашек. Почему? Потому что он не должен быть сломанным. Если сломанным, то это уже нельзя. Проверяем целостность воздушных винтов. Примерно вот таким способом. Заднюю кромку, переднюю кромку, переднюю, заднюю. Проверяем двигатель на наличие черных прогаров на обмотке. Таковых не должно быть, потому что если будет прогар, то двигатель уже неисправный. И плюс на плавность вращения самого двигателя. Вот это мы изначально проверяем. В данной секции расположены 6 воздушных винтов и 6 лучей. Плюс ножки, две ножки, так называемые шасси. Плюс антенны управления видеопередачей и непосредственно самого дрона. Антенны 2.4, 5.8 МГц. Тоже их ставим пока временно сюда. После мы поднимаем саму секцию и убираем временно пока в сторону. Пока она нам сейчас не нужна будет. Дальше мы проверяем наличие всех компонентов беспилотного аппарата. В нем должно быть сам аппарат, целостность антенны GPS проверяем. Пульт дистанционного управления. Наличие в нем батарейки, так называемый аккумулятор. Здесь есть другой компонент шасси, к которому мы будем подсоединять сами ножки. Аккумуляторные батареи по 22 тысячи миллиампер час. В количестве их должно быть 4 штуки. На один аппарат 4 штуки. При осмотре батареи вы должны проверить на наличие, чтобы не было вздутия самой батареи и внешнее состояние батареи. Плюс, после каждого полета мы должны их заряжать. Мы должны их заряжать. И на каждой батарейке есть данная схема, данная таблица. После каждой зарядки мы должны отмечать зарядку вот таким способом. Данная батарея рассчитана на 150 циклов заряда. Потом, также в наличии должно быть вот такая специальная платформа, вот такая специальная магнитная платформа для антенн для наземной станции. Это сейчас мы в дальнейшем, мы вам покажем, как подсоединить и куда какая антенна подсоединять именно непосредственно на наземную станцию. Это тоже все вытаскиваем. Количество 3 штуки должно быть. Две антенны идут 2,4 МГц и одна антенна 5,8. Ко всему у нас должно быть в комплекте 4 антенны, 2 антенны 2,4 на управление и на видеосвязь. 2,4 МГц это идет на управление аппаратом и 2 антенны на передачу видеоизображения. Но сразу хочу сказать, в комплекте, в зависимости от назначения комплектации дрона, количество антенн вот этих может быть меняться. Применяя аппарат с наземной станцией, с наземной станцией, будет антенн больше. Применяя аппарат с адаптированным пультом управления, антенн будет меньше и количество будет 2 штуки только. После того, как мы проверили всю комплектность аппарата, вытаскиваем его и начинаем сборку. Вытаскивать аппарат я рекомендую и по руководству делается таким образом. Один человек берет аппарат, второй человек берет за элемент шасси и поднимаем одновременно. Почему это так делается? Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие аппарата. Вот она, вот так вот делается. После мы закрываем, сборка начинается. Здесь есть 4 барашковых винта, гайки, то есть 4 барашковые гайки. Мы их откручиваем. Для чего это мы делаем? Для чего мы это делаем? Чтобы подсоединить шасси. И опять же мы должны это делать вдвоем. Один человек держит дрон, аппарат. Второй человек начинает установку. И закручиваем. Перетягивать нельзя. Почему? Потому что на каждом винте есть шаг. Перетягивать нельзя. Затянули. Этого достаточно будет. Все вот затянули. Проверили, чтобы элемент не болтался. После, здесь, чтобы подсоединить данные ножки, здесь имеется специальный замок. Пружинный замок. То есть мы с одной стороны... Шасси имеет... Держи. Шасси имеет такие колпачки и такой фиксатор. Одну сторону мы с этой стороны. Засовываем. До конца отжимаем пружину. И она сама возвращает ее обратно. То есть шасси уже фиксированы. И обратно одеваем колпачок. Для чего эти колпачки? Чтобы при посадке не было разрушения. Вот именно... Вот этой вот законцовки. Специально сделаны эти колпачки. После одеваем второй, уже с другой стороны. То же самое. Надавливаем. И он встает на замок. Одеваем колпачок. Все. Первая часть сборки... Первая часть сборки... Она прошла. Вот уже дрон принимает какой-то вид. После подсоединения шасси... После подсоединения шасси... Устанавливаем антенны. Для каждой антенны свое гнездо. Чтобы не запутаться... Здесь имеется маркировка. Здесь имеется маркировка. 576. 2,4. И там внизу 5,8. Успомство и правильность подсоединения всех антенн. На гнездах подсоединения написана частота. Вот здесь частота. И там внизу. И на самой антенне непосредственно... Непосредственно на самой антенне... Написана частота, которую вы должны подсоединять. Вот 900. Вот она указана. И вот она указана. 576. Здесь 2,4. На них... На 2,4 нету обозначения, но... Вот она 2,4. Подсоединяем... Первую 2,4. Подсоединили одну. Подсоединяем вторую. Одну антенну из них желательно согнуть в таком положении. Для лучшего приема. Потом смотрим... 576. Ищем антенну 576. Вот она 500... Вот она 576. Значит, соответственно, эту антенну подсоединяем сюда. После... После уже будем разбираться с подвесом. Этот данный подвес... Замок для подсоединения полезных нагрузок. Для подсоединения полезных нагрузок. На всех полезных нагрузках он одинаковый. То есть, для удобства и мобильности мы, сменив одну подвеску с другой, теряем буквально там 10-15 секунд. После переворачиваем и открываем аккумуляторный отсек. Аккумуляторный отсек находится наверху. Плюс сразу хочу сказать. Данная бирка... Данная бирка... Это будет на всех летающих аппаратах, организаций. Почему? Есть агентство авиации, в котором аппараты регистрируются. Так же, как машина получает свой государственный номер. Пятизначный номер. Вот данный аппарат имеет регистрационный номер 00029. Аппарат принадлежит геоновационному центру. И два номера операторов. Это на всех аппаратах. В случае каких-то потерь или нарушений. Для удобства. Далее открываем аккумуляторный отсек. Аккумуляторный отсек закрыт специальной планкой. Имеет две такие застежки. Для чего эти застежки нужны? Чтобы в полете просто-напросто аккумулятор не болтался. Берем по одному аккумулятору. Два аккумулятора сразу не подсоединяют. Еще раз напомню. 22 000 мАч. Проверяем ее на саму целостность. Чтобы не было никаких вздутий. Чтобы силовые кабели нигде не были повреждены. И разъем. Это силовой кабель. А данный кабель предназначен для зарядки. Он показывает на зарядное устройство всю информацию по батарее. Сколько ампераж, сколько вольтаж, сколько на процент он заряжен. Плюс, когда мы будем заряжать батареи, есть несколько вариантов зарядки. То есть, полная зарядка. Потом заряжаем батарейку на хранение. То есть, если мы знаем, что в течение 10 дней мы не будем летать. Для сохранности, для большей сохранности емкости данной батареи мы ставим ее на хранение. То есть, если батарейка заряжена на 100%, мы ее разряжаем на 50%. И так она хранится. Потом, перед полетом, уже когда будет полет, мы ее заряжаем заново на 100%. Этот кабель вот для этого и предназначен. При установке данной батареи, прежде чем ее установить, я как сказал, ее мы проверяем на целостность. И плюс мы проверяем заряд. Заряд проверяется таким образом. Есть, имеется в каждом комплекте вот такой, так называемый, чекер, тестер. Подсоединяем к разъему. Он дает характерный звук. И показывает заряд. 23,2. Потом, так как здесь 6 банок, он каждую банку будет показывать. Вот третья банка, четвертая банка. Пятая банка и шестая банка. Заряд должен быть не менее 25 показаний. Да, если она меньше 25, то мы эту батарейку в полет уже не ставим. Мы можем ее проверить на земле только использовать. На земле. А в полет уже нельзя. Проверяем каждую батарейку. Разница в показаниях по данному чекеру между двумя батарейками должно быть минус плюс 0,5. Минус 0,5. Если будет показания больше, то меняем опять батарейку. Подсоединяем таким образом. Силовой кабель всегда находится наверху. Прячем. Берем второй аккумулятор. Ставим. Соединяем их ровненько вместе. Затягиваем поплотнее. И проверяем сразу, чтобы не болталось. Далее подсоединяем уже сами кабеля непосредственно к аппарату. Разъемы, если видите, имеют такой формы. То есть вы не попутаете плюс с минусом, минус с плюсом. Гнездо такого же формата. И подсоединяем. Первый подсоединили. Подсоединение разницы не имеет. Хотите слева, хотите справа. Разницы нет. Прячем кабеля. Вот таким образом. Для чего? Когда вы будете крышку закрывать, вам эти кабеля не будут мешать. Все. Подсоединили. Еще раз контроль сделали. И закрываем аккумуляторный отсек. Обращаю внимание на закрытие аккумуляторного отсека. Здесь имеется обычный замок. Обычный замок. Замок расположен взади аппарата. То есть он летит передом сюда, задняя часть здесь. Но так как это квадрокоптер, он может лететь задней частью вперед, может лететь левой частью вперед, может правой частью вперед. То есть если мы неплотно закрыли или вообще не закрыли замок, при полете задней частью вперед крышка просто-напросто от набегающего потока может открыться. То есть она вырывается, попадает в лучи, тем самым идёт так называемый крэш. Из-за этого закрываем и проверяем само закрытие. После того, как подсоединили батарейки, без подсоединения лучей мы начинаем настраивать наземную станцию. То есть её готовим к подключению и уже дальше настройки. Всё, переходим тогда к наземной станции. Берём с комплекта три антенны. Также проверяем их на целостность. Все они целые. Берём одну платформу, разматываем. Кабель не должен быть перегнутым. 5,8 антенна. Также эта платформа имеет магнитный элемент. Для чего он делается? Чтобы на землю не ставить, можно просто прицепить на машину, сверху на крышу. На самой наземной станции данный разъём нельзя путать. Вот она, 5,8 антенна. То есть 914, 5,8. Мы её подсоединяем к данному разъёму. Снимаем защитные колпачки. И так же подсоединяем две оставшиеся антенны. Две антенны на эту, эта антенна принимает, и две антенны. То есть вот эта антенна принимает вот эти две антенны. Вот эти две антенны принимают вот эту. Снимаем также защитный колпачок. И подсоединяем эту антенну. Касаемо этой антенны. Проверяем её заряд. Проверяем её заряд. И подсоединяем. Здесь тоже легкосъёмный замок. С задней стороны имеется платформа для подсоединения самой батареи. Всё. Вот она стоит. Заряд батареи указывается вот в этом табло. После того, как подсоединили батарею, подготовили дрон, берём пульт дистанционного управления. Данный пульт считается многофункциональным, потому что с него можно делать различные манипуляции в зависимости от того, какая подвеска была подцеплена к аппарату. Прежде чем включить пульт, мы проверяем аккумулятор. Также проверяем его... проверяем его заряд. Он должен быть 0,8. 0,81 даже. После укладываем его в отсек. И штекер подсоединение. Также штекер здесь имеет, если видите, вот планку такую, чтобы его лево-право, вперёд-назад никак не поменять, он только зафиксируется в одном положении. Всё. Вот мы его подсоединили. Закрываем плотно крышку. После проверяем стикеры. Этот возвратный стикер, если это видите, этот фиксируемый стикер на газ и вращение лево-право. Да, это, ну как можно сказать, скорость вращения лопастей. А данный стикер, он идёт крент-анганш. Крен и тангаж. Здесь идёт, значит, тумблера управления подвесками, автоматического режима, режим управления, то есть есть ручной режим управления, есть автоматический режим управления, есть режим GPS. Всё, включение-выключение, вот оно. Первоначально из всех трёх элементов, из всех трёх элементов, мы включаем пульт, включаем аппарат и включаем наземную станцию. Наземная станция включается таким образом. Включаем антенны и включаем сам планшет. Так, данное табло временно показывает синий экран. Почему? Потому что мы ещё не подсоединили полезную нагрузку. После подсоединения мы будем уже видеть изображение, которое будет он показывать. Показывайте. Самый важный момент, пока подсоединяю. Самый важный момент. При подсоединении полезных нагрузок антенн и лучей аппарат должен быть выключен. Всё подключать только в выключенном положении аккумулятора. подсоединение идёт таким образом. На самой нагрузке есть фишка вот такая белая. И на самом замке стоит фишка. То есть мы их совмещаем вместе. Совмещаем вместе. И надавливаем наверх. Проверяем на плотность подсоединения. То есть фиксация плотная должна быть. Снятие. Сразу я вам показываю. Кнопка. Держим одной рукой нагрузку. Второй рукой нажимаем. После того, как подсоединили, можно опять включить. После того, как мы всё подсоединили, подключена наземная станция, мы запускаем программу MMC Station. MMC Station включаем. Всё, программа включилась. Потом мы делаем соединение наземной станции именно самим аппаратом. Для чего это делается? Чтобы проверить состояние дрона. После того, как состояние будет положительным, после этого мы будем соединять лучи. Соединение делается, вот здесь такой имеется язычок. Вот он. Вот этот язычок. Нажимаем на него. Потом идёт connect. То есть соединение. Вот идёт соединение. Зелёная полоса идёт. Это сейчас устанавливается связь между двумя компонентами. Между наземной станцией и самого дрона. После того, как соединение прошло, мы можем проверить вольтаж. Состояние полностью показывает скорость при движении и расположение самого аппарата. То есть он находится, вот он, как показывает в этом здании, в городе Ташкенте, возле стадиона Бунеткор. После того, как мы всё проверили, мы отключаем станцию, то есть отключаем, делаем дисконет, отключаем программу, отключаем сам аппарат. Отключаем сам аппарат. И после этого собирать лучи. Как я уже сказал, перед подсоединением проверить передние кромки, задние кромки, состояние самой обмотки, чтобы не было чёрных прогаров. Состояние самого луча, чтобы не было трещин, изломов самого барашка и контактов. Далее. На каждом луче написано, есть маркировка М4, М2, М1, М3. Всего их шесть. То есть М4 мы соединяем с М4. Для чего это сделано? Каждый луч, каждый винт крутится в разные стороны. Данный луч, он чётный, он крутится по часовой стрелке. Нечётный луч крутится против часовой стрелки. Для чего это делается? Для стабилизации полёта. Потому что если все винты будут крутиться в одном направлении, то аппарат будет крутиться против этого вращения. То есть вокруг своя осина будет крутиться. А он, каждый винт компенсирует аэродинамическую силу другого винта. Подсоединение идёт таким образом. Здесь, значит, профиль самого соединения. То есть соединяем. И самый важный момент. Никогда не соединяем ни так, ни так, ни так и ни так. Соединяется вдоль, вдоль самого аппарата. То есть ровно, одним движением. Держится почти что двигатель. Держится сам аппарат. И одним движением, и одним движением, этот, засовываем. После того, как закрутить барашек, смотрим, чтобы не было зазора между лучом и самим аппаратом. После этого закручиваем барашек. Барашек, когда закручиваете, будет два незначительных щелчка на руке чувствоваться. После, как второй сделали, дальше перекручивать не надо. Закрутили, всё. Давай, Водки. И подсоединяем дальше все так лучи. Именно по маркировке. По маркировке. После того, как подсоединили все лучи, как подсоединили все лучи, ещё раз делается контрольный осмотр. Контрольный осмотр маркировки. Контрольный осмотр маркировки, чтобы лучи соответствовали маркировке. М1, М3, М4, М5, М6. Целостность. Целостность антенны GPS. Целостность антенны GPS. Правильность подсоединения антенн по частотам. И подсоединение самой внешней подвески. Полезной нагрузки. После того, как вы убедились, что всё подсоединили правильно, после включаете, подводите питание к аппарату. И после включения идёт характерный звук двигателей. Плюс при включении аппарат сразу начинает ловить антенны GPS. То есть, он будет сигнализировать. Здесь есть индикатор. Он светится разными цветами. Если он светит красным, то значит есть какая-то неисправность. Чтобы узнать эту неисправность, или это уже к этому теме не касается. Всё, подсоединили. Опять же, подключаем наземную станцию. Вот сейчас мы опять делаем соединение. Делаем соединение аппарата. От начала до конца 15 минут хватает собрать и проверить. Всё, аппарат готов к взлёту. Здесь вот после соединения идёт вольтаж. Он должен быть не меньше 45. И здесь дальше показывается время полёта, дистанция от дома. То есть, он может плюс-минус варьировать. Ground speed это горизонтальная скорость. Altitude, высота это вертикальная скорость. И трата ампеража. Трата ампеража. Если какие-то есть то есть, я вам как говорил, если красный индикатор работает красным, вот здесь есть колокольчик. Колокольчик. И мы смотрим, какие неисправности там есть. Он будет всё писать. Сейчас синий, сейчас всё нормально. Потом количество спутников, ну так как мы сейчас находимся в здании, он поймал только 9 спутников, 8 спутников, а должно быть не менее 12 спутников. Ну, на открытой площадке он будет больше ловить. Качество соединения пульта и дрона, заряд батарей, система EMU и в каком положении управления он стоит. Passision Hold. То есть, в режиме GPS, вот, если так посмотреть, Post Hold. И здесь написано Post Hold. Если я переключаю режим, он будет в зависимости уже менять. Если этот индикатор горит стабильно зелёным, значит, сам аппарат готов. А если красным? Если красным, уже я как показал, колокольчик, смотрим, что там неисправно. После того, как всё проверили, после того, как убедились, что вся система работает исправно, что нет никаких красных уведомлений на наземной станции, то место, где установлен сам аппарат, нету препятствий, нету людей, сами отходите в сторону, но прежде, чем отойти в сторону, есть кнопка разблокировки. то есть в данном случае сейчас аппарат не взлетит. После того, как мы разблокируем, это коротким нажатием на 3 секунды, после этого идёт разблокировка и мы можем уже запустить аппарат. Итог нашего первого видеоурока. Сегодня мы вам показали сборку самого аппарата, сборку наземной станции, настройка всех систем и аппарат и системы готовы к полёту. Но это мы вам расскажем на втором видеоуроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok